друзья всем привет скажите а как вы думаете а действительно ли можно остановить автомобиль выстрелом с ружья 12 калибра с расстояния 50 метров после истории с nissan кстати если кто не видел вот я оставлю ссылочку можете посмотреть так вот в истории я попал на кругленькую сумму путем того что у меня стуканул двигатель в пути двигатель восстановил все классно и у меня остался мотор и вот однажды мы с охотниками общались и охотники начали мне рассказывать что не получится остановить двигатель выстрелом с дробовика с расстояния 50 метров ну мол не такая уж убойная сила у . может быть мотор точно нет и тут у меня закралась сразу же идея у меня то есть двигатель и я решил избавиться от него оригинальным способом в общем чтобы не тянуть кота за гениталии мы этот мотор просто расстреляли пригласили нас на полигон я уже не стрелял вот у меня есть пару ружей один мосберг другой лишь и один из подписчиков любезно пригласил на выходные поехать на полигон вот на этот полигон мы едем лесами гаями не знаю же километров 7 я думал я знаю про этот полигон пока что-то я местности не узнаю вообще вообще очень знаю прикольно я очень давно не был в лесу и крас автомобиль удобно для того чтобы выезжать на подобные места вот как раз вольво ну вот это вот его стихия если можно так сказать легкий песочек где-то какой-то щебень легкая грязючка хит забороны на знак весел и возникла идея снять сюжет об активном отдыхе какой он у меня есть потому что в основном то люди видят что я где-то катаюсь где-то в европе вообще на самом деле выходные я практически всегда провожу с семьей почему практически потому что если я не успел что-либо доделать в европе или еще где-нибудь то вынуждена остаюсь на выходные где-то не на родной земле ну а так в общем то я всегда по крайней мере в графике у меня суббота воскресенье всегда стоит для выходного дня сегодня здесь массовые учения украинской армии так вот из цели безопасности чтобы не стать для них мишенью мы решили отъехать немножко подальше даже может быть за территорию полигона где-нибудь в безопасное место потому что вот эти вот зубры детей вооруженные до зубов люди которые стреляют со всех видов оружия сейчас могут ну скажем так в целях безопасности просто уйдем куда-нибудь в другое место одна из достопримечательностей киевской области это вот эта вот церковь на воде ее реально намыли то есть она была практически в воде еще лет 15 назад сейчас люди власть имущие в частности директор жулянского аэропорта сюда вклали ну нормально души сил вот это вот все дело намыли вот есть мост через который можно зайти и вот это вот церковь она реально на острове прикольное тихое место офигительно здесь эта церковь он там был раньше центр села до того как сделали киевское водохранилище здесь было большое поселение потом его затопили несколько ха тут конечно осталось даже есть местная достопримечательность здесь снимали часть фильма доярка скацепетовки вообще церковь на воде и молодцы отреставрировали я я под впечатлением сейчас еще заедем тут метров 500 от церкви есть мужской монастырь вот он красавец местные говорили о том что здесь как-то называют бухаловка до или бухлищи ну как-то так бабу хляндия так вот реально есть этот алко центр я клянусь я думал что они прикалываются реально есть алко центр дача должна быть вот такой грубо говоря маленькое деревянное такое поместье телевизор на пенечке и место где ловить рыбу ну очень классно огород тоже есть вот это вот действительно место для отдыха я хоть и на рыбак но с такого места очень захотелось половить рыбку сделать ухи красота если уху потом бы снимать алко центр это было начало этого поселка следующий район называется немножко по-другому вот этот городок уже называется бухляндия но в общем здесь весело место для шашлыка должно быть вот приблизительно вот таким честно говоря вот с я редко бываю на каком-то отдыхе с каким-то восторгом меня тяжело чем-то удивить но вот здесь вот в грубо говоря среди леса в чистом поле люди сделали дачные участки причем они такие ну качественные я бы сказал очень классные домики вот эти на побережье лодки с моторами все ездят на него потому что на обычном пузотюре сюда не заехать блин ну я я под впечатлением очень красиво очень классно а сколько там литров 20 литров 25 ну 25 литров 5 человек мы на зиму не знаю как 25 литров съесть но запах конечно камера не передает очень вкусный очень прикольный есть такое понимание как летний душ а сейчас я покажу что такое зимний душ зимний душ это то как добыть теплую воду зимой местные парни придумали вот такую вот штуку грубо говоря печь с водой туда не знаю вот вода лед что-то набрасывается растапливается и потом открывается краник и можно сказать зимний душ летний душ не знаю ну в общем какой-то душ такой земновидный зимний видный просто решили прокатиться по скажем так не по фарватеру днепра на слегка по заливу фарватер это вон там залив это грубо говоря вот здесь это плавучий дом дом этот который привозят весной на двух моторных лодках возят его грубо говоря поздний осенью то есть дом который на понтонов дом на котором можно жить рыбачить проводить классно свое время вот это вот действительно дача скажем так сейчас за мой спиной место которое не все многие считают неким таким не то чтобы святым, но каким-то местом где есть очень много энергии именно на территории Урии не знаю факт это или нет действительно ли это так или нет но об этом говорят местные люди и с этим нельзя не согласиться снимай давай в кино в руку да и мы туда попадем мы всю жизнь тут стараемся не знаю в кино не в кино, но всю жизнь тут живем поддерживаем всю природу Белая гора Белая гора по преданию местных это скажем так энергетическая самая высшая точка которая здесь есть не знаю как насчет энергетическая но казалось бы тут метров наверное 70 над водой не больше но добраться сюда очень сложно мы хоть сюда рылись сколько могли рылись рылись карабкались да добраться сюда было ну как-то так для меня лично тяжело хотя для местных гораздо легче я вам выскочил 3 секунды вон внизу наша лодка на которую мы сюда пришли и теперь идем вниз ускоренно в связи с масштабными учениями на которые приехал даже наш президент у нас не получилось пострелять ну мягко говоря нас попросили перенести нашу затею на следующий раз в этот день мы покушали ухи отдохнули в общем за ружье в этот день я так и не взялся но мы приехали через некоторое время и разрешили наш спор и и и Трансмиссия, высокая температура масла. Перегрел масло в коробке? Ну как перегрел? Нагрел, скажем так. Тут есть, когда температура подходит к критической точке, это приблизительно 115 градусов, сразу выстреливает предупреждение о том, что осторожно, у вас высокая температура масла. Поэтому ждем пока. Сейчас я... Надо закрыть двери для того, чтобы... О, все, уже пошло масло через радиатор, уже все хорошо, уже сообщение пропало. Ну что, поехал я дальше и, в принципе, наверное, на сегодня хватит. Мы понимаем, что, в принципе, Вольво автомобиль это не боевой, но по песочной горке копает он ее, ну, хорошо, достаточно хорошо. Место, где бы я засел, ну, понятно, что найти можно. Вот так вот сходу поехать запросто заехать можно. А поехать маленьким ходом, ой, далеко не факт, что заедет. Потому что, в принципе, резина, она шоссейная, она не грязевая. Поэтому маловероятно, что если я подъеду под верх вот так остановлюсь, то дальше вряд ли она поедет. Ребят, ссоре не удержался. Показал часть отдыха такая, как она бывает. Потому что, ну, отдохнуть крайне бывает редко возможно. Но вначале я говорил о том, что этот выпуск о двигателе и что с ним сталось. И вот теперь, уже буквально через несколько минут, сейчас узнаем, что же случилось с этим мотором. О, трохи выше пришло. Вообще, оно классно. Давай, я тебя подержу. Не-не, Вань, не подмышку. Не-не, не подмышку, сильно получишь по зубам. Вот здесь упор только, будет отдача хорошая. Да, сильная отдача будет. Давай. Все, Ванька, ладно. Я говорю, что отдача будет. Нифига себе, вот это зацепится нуло. Сразу популя. И вот эту штуку всегда надо, чтобы она была чистой. Все. Ты так понимаешь, что у тебя в патроннике ничего нет. Блин, я протащилась. Ну, в общем, выстрелов, наверное, 15 сделали. Андрей, Нила. Я 18 выстрелов. Ну, то есть, я считаю, 3 по 6, это 18. Заодно сейчас новые бутылки поставим и посмотрим, сколько... Сколько раз мы вообще попали в блок, помимо бутылок. Имеется в виду, сколько... Ух ты, я отсюда вижу уже, как там нарядно. Разваливает. Где капуля? Это вот эта, которая я стреляла? А ну, а ну? Офигеть, смотри, ой. Это и вот еще одна. Это не топы, это... Топы. Контейнер. Ух ты. Вот это от пули остается такое. Это кусок до сюда бутылки. Сейчас еще серию выстрелов сделали. Сейчас посмотрим, что теперь получилось. Андрей уже зарядил, да, еще хочет. Ну, ладно. Сейчас еще 6 выстрелов и идем смотреть на то, что осталось от блока. Пока все там фотографируются на фоне этого блока. Ну, можно сказать, отомстил я этого автомобилю. То есть, этому мотору уже точно торба. Его уже ни собрать, ни заварить, ничего с ним не получится. То есть, если тогда мне говорили, вот разваленный блок, все, с ним еще что-то можно сделать. Нифига, на самом деле, нельзя было с ним сделать тогда. Да, и теперь точно уже не сделать сейчас. Поэтому... Тут отлетели... О, так вот что, есть сквозна дыра. О, сквозна, из той стороны пробит. Мажем он, наверное. Вот это моё пастри. О, развалил. В общем, ребята, конечно, понятно, что задерживает этот самый поршень, шатун, но вот так вот на вылет... Смотри, ну, по кусок. Это от этих, кто, что я с такой же стреляла? Да, это, наверное, ты. В общем, точно могу сказать, 12-й калибр машину остановит. Если в мотор лупануть, двигатель остановится. По крайней мере, стуканет, будет ему плохо, тяжело и больно. Иди сюда. Рой! Рой! Рой, на тебе бутылку, вот. Рой! Рой! Ладно, быстро. Я и масло дать побил. Рой! Хорошо. Вот такой вот был этот выпуск. Он околоавтомобильный. Нельзя его называть автомобильным, но околоавтомобильным, да. Извините, не сдержался. Показал, как отдыхаю, как это иногда бывает. Действительно, иногда не часто. Но так, как оно есть. И основной посыл, расстрел двигателя был показать, что все-таки, если попасть с первого раза в двигатель, то двигатель 12-й калибр остановит. У меня не записан спор с охотниками, с которыми я общался, что начался у нас разговор в принципе с того, что нельзя остановить 12-м калибром двигатель. И где-то утеряно это видео. Но сам факт получился вот такой. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Всем удачи на дорогах. Ну а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания 1Авто. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...